Всем привет, кто смотрит это видео на нашем YouTube-канале. Друзья, обычно мы снимаем экстремальные и спортивные события, которые проходят в нашей стране. Но сегодня мы решили сделать исключение. Сегодня 1 декабря, мы находимся в Киеве и идем в народ, чтобы узнать позицию людей по поводу тех событий, которые вчера и сегодня проходят в столице. Поехали! Потому что я хочу перемен. Я хочу испытывать гордость в свою страну, и чтобы мне не было стыдно и не тошнило от голосов, которые сейчас при власти. По вашему мнению, столько сегодня тысяч людей... Я ожидаю миллион. Я хочу, чтобы вышли миллионы. И особенно поднялся Киев. И вчера на Михайловской площади я полдня призывала Киев вставать. Почему вы здесь сегодня? Ну, я очень рад, что в Украине происходит такие просто события. Я сюда пришел поддержать именно... Особенно после того, как они разогнали Бергет, разогнал Майдан. Это просто вопиющий фактор. Мы платим налоги, мы содержим их, покупаем им вот эти шлемы, эти палки. Они этими палками просто лупят тех, кто их нанял защищать. Но это, если взять, например, фирму, любую, скажем, охранную фирму, мы наняли ее, чтобы защищать нас, купили оружие, а она на нас нападает. Надо выгонять министра, надо выгонять тех, кто понизит их в званиях, перевезти. Я не знаю, куда. Ну, просто это уроды. Поэтому люди, которые работают против народа, должны быть от народа куда-нибудь отделены. Ну, вы сами из Киева. Да, я киевлянин. Я могу по-укрански, я просто подавал русский канал, я говорю по-русски. А вы все украинские вольные. Да, я понимаю. Да, и приехали люди из Усиль, потому что я думаю, что это очень важно для Украины. Ну, это знаковое такое, я не знаю. Просто я очень рад и пришел, просто меня почутят переповнивать. Я не знаю, сколько тут ожидается людей. Я вважаю, что все пришли просто висловить свою громадскую думку. Это все. С привода того, что это не возможно так делать. Я, особенно я, как мама, пришла с привода того, что побили детей, побили студентов. Люди, я живу в этой стране. Это моя страна. Я не хочу, чтобы мою долю вырешивали какие-то вроде выродки замість меня. Я досить давно думками в Европе, я вважаю, что Украина – это европейская страна. Это раз. Я не за них рота. Я не хочу жить в бандитской, полицейской стране. Мабуть, это основная причина. Спасибо большое. Ну, нема больше сил, если честно. Я этого президента в 10 марте не выбирала. И мне очень, ну, как бы, за него соромно. За то, что он мою страну соромит на весь мир. И, ну, нет, на самом деле, на самом деле, новых комментариев на этот мир. Ну, сегодня воскресенье приехали только на один день поддержать, да, Украина? Ну, пока что так. Если работа позволит не возвращаться, то я оставлюсь. Но сегодня нища поездка была классная. Вот такая. Пів вагона и ехали сами сюда. Бажание в майбутнему поколению, майбутнему жити так, як молитва заслуговується. Краще нація в свете. Ну, люди видим, что настроены не агрессивно. Дружелюбна атмосфера. Ей все больше и больше становится с каждой минутой. Это случайно так, но агрессию мы видели не с боку людей, а с боку Беркута. С боку цієї влади. И агрессию эту надо пресекать. Ну, как думаете, будут какие-то провокации, да, провокации людей? В любом случае, это точно не с боку людей. По-перше, мы хотим жить настолько же качественно, как живут другие люди за кордоном в Европе. По-друге, это была полная совместность, что было минулой ночи на Майдане. Это жах. Их нет, и гарант должен просто пить в отставку, как это делают в всех цивилизованных странах. Гарант и вся его команда. Я буду думать про их кури. Какие тут кури? Вы что, людей будете заганять? Вышли неделю тому, стоять подполковники. Вы ездите, говорю, податковые народные деньги. Вы же ничего делать ни руками, ни головой не можете. Что, говорю, вы пистили 2000 человек Беркута, лупили этих детей. Это, говорю, нужно так лупить, чтобы кандидату медицинских наук переломать новую. Что добре, что тот Михайловский монастырь. Да что это такое? Куда мы идем? Что это за государство? Он рассказывает, что они ничего не знали. Они будут через прокуратуру разбираться. По-другому не будет. Идем до воли и до свободы. Слава нации и слава Украине. А что вас сюда привело? Причина, почему вы здесь стоите? Ну, как бы, все уже надоело в плане беспредела власти. Последняя капля была вот это избиение людей на Майдане. Вот, ну, не людей, а, скажем так. Мы сами недавно были студентами. И вы, наверняка, были недавно студентами. Если бы такое произошло. Ну, бить девушек, это не по-мужски. Поэтому надо дать им ответ достойный. Если будут провокации, нужно держаться вместе. Потому что это самое главное. Потому что если мы будем поодиночке, то выстоять и как-то победить это невозможно будет. Поэтому нужно держаться вместе и не вести себя на провокации, не отвечать. Потому что тогда будет повторение того, что было на Майдане. Вам, ребят, спасибо и берегите себя. Все налаштованы на мирный митинг. У вас в руках так, такий плакат. Чи есть там какой-то, возможно, страх? Чи с таким плакатом ходить по центру города? А чему страх? Он не закликает ни до насилия, ни до чего, ни до каких-то активных действий. Это просто... Он как-то видображает то, что мы думаем, про то, что сейчас происходит. Я здесь для того, чтобы поддержать моих соотечественников и для того, чтобы своим действием, своим примером показать, что у нас есть надежда на лучшее будущее в этой стране. Ну, а есть ли какой-то план действий на сегодня? Сегодня сказали, что это пик по собранию людей, да, вот именно на Евромайдане. Сегодня ожидается, ну, там, сотни тысяч людей. Есть ли какой-то прописанный план или, в принципе, кто как с командой туда и будем идти? План действий, насколько я знаю, подробного и точного нет ни у кого, ни у лидеров оппозиции, ни у гражданского общества. Но так как этот протест зародился снизу, он зародился из социальных сетей, то и смотреть будем на социальные сети, на то, что говорят люди, пытаясь отвлечить вправду от провокации и действовать так, как действует эта система. Сегодня видим, что люди едины, даже автомобилисты, проезжая вот мимо этой улицы, поддерживают людей, которые вышли сегодня на площадь своими сигналами. Сегодня нация едина, больше ста тысяч людей уже на площади и ожидается, мне кажется. Никогда люди не были наивны и не верили в эту власть, никогда, никогда она здесь не имела поддержку, никогда и не будет иметь эту поддержку, свободно, здесь никто не боится, здесь свободные люди, что хотят. Нам не нравится эта власть, мы приходим ее свернуть. Если им нравится, ну пускай перед телевизорами сидят и смотрят, ну без проблем. Нас уже просто достали, вот и все. Ну а почему пришли сюда? Ну мы пришли поддержать всех, мы пришли показать, что нам не нравится то, что творится в стране, нам не нравится эта обстановка, нам не нравится, что мы уходим от ассоциаций с Европейским Союзом, нам не нравится обман власти о том, что у нас экономические проблемы, о том, что нам куча денег. Это все вранье, это очередные их замашки, чтобы забрать себе эти деньги и, как всегда, оставить народ в пуле. Мы хотим жить в свободной европейской стране, процветающей Украине. Вот видим, что уже часть минут проходит, но четкого сценария реально нету. Нету четкого лидера, который бы там взял людей и повел. Мы вышли туда без лидера. Какие лидеры? У меня нет лидера, я вышел за Украину. Вот и все. Ну а ты... Мы хотим дома сидеть там с Януковичем и Ахметовым. Зачем нам лидер? Кстати, колонна вся пошла, видите, а вы говорили. Вот пойдемте вместе с ней. Пойдемте. Мы хотим свободу выбора. Мы хотим видеть лидера. И мы хотим видеть результаты в стране. На сегодняшний день отжимания бизнеса и всего остального. Ну зачем нам это надо? Мы хотим платить налоги, пожалуйста. Почему наша страна должна скрывать свои налоги, свои заработки? Зачем? Если в Европе платят все налоги и все свободно зарабатывают свои деньги, которые во всем мире зарабатываются правильно. Почему мы должны зарабатывать по-другому? Мы скрываем налоги не потому, что мы этого хотим, а потому, что нас заставляют это делать. Вот и все. Вот сейчас я приехал сюда, пришел сюда не поддерживать какую-то политическую силу, а поддерживать просто народ Украины. То, что мы не должны так жить. Нам это не надо. Мы хотим жить свободно. И мы хотим сказать свое «я», свое «да», но нас никто не слышит. Нас слышит мир, Европа, нас слышат все, но только не наша власть. Поэтому это неправильно. Если вам начинается силовой вариант, то что делать? Нужно отступать или нужно наступать, или нужно пытаться говорить в Берку, чтобы их переманить на свою сторону? Ну, вообще, какие варианты могут быть? Вот твои действия, если ты находишься в тот момент, когда начинается выступление? Знаете, наверное, грубо говоря, даже в тех же социальных сетях объявлять какой-то референдум и просто-напросто писать там с подписями, с фотографиями, не знаю с чем, на ту же Европу, на ту же Америку склоняться. Это сделано. И соцсети мы уже вышли вживую на Майдан. То есть война как бы из виртуальной, протест из виртуальной превращается в реальную. Мороду, значит, придется обращаться к другим странам просто-напросто за поддержкой. Если будет силовой вариант, то есть то, что касается, да, там, введения внутренних войск и так далее и тому подобное. Мы помним ситуацию в России. Да, вот те, кто были против, ну, посмотрите, какое развитие событий было. То есть просто-напросто велись внутренние войска и разогнали всех и все. Здесь повторяется та же ситуация. Поэтому я думаю, что это наглядный, наглядный пример просто того, под кем мы ходим. Итак, друзья, как видим, уже буквально полвторого и все люди все-таки рушили с места от университета до Шевченко. Сейчас все идут в сторону Бессарабского рынка. Людей с каждой минутой становится все больше и больше, что очень приятно, что все едины. Каждый друг другу помогает и чувствуется сила Украины, чувствуется сила нации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Как видите, мы сейчас на Крещатике возле Киевской Минской Рады Сейчас возьмем пару слов у ребят, которые также поддерживают Украину, которые также сегодня вышли на Майдан Ребята, здравствуйте! Снимаем для Ютуба, для интернета интервьюшки, полностью все, что сейчас в Украине происходит Ваша позиция? Почему вы сейчас здесь? Что происходит? За что вы вообще? Мы хотим поддержать народное движение Мы не согласны с нынешней властью, поэтому присутствием здесь мы показываем, что мы хотим изменений А откуда сами? Из Киева А, ну как думаете, потому что сейчас во многих городах люди просто сидят у нас с телевизоров, да? Но не принимают никакой активной позиции, просто наблюдатели, скажем так Что можно сделать, чтобы все-таки вся Украина была здесь, там, в Майдане, чтобы вся Украина делала Евромайданы там в своем городе? Нужно централизованно прийти и просто своим присутствием показать, что ты не согласен с такой вот политикой власти И даже в Киеве многие люди сидят дома, это очень расстраивает Но те, кто приехали из регионов, из Львова, из Франковска, из Тернополя, из Николаева, Запорожья, из Симферополя люди приехали, они все здесь Им не было легко сюда приехать, но они приехали, они оторвали свою пятую точку от дивана И пришли показать, что они против, что они готовы что-то делать Они не готовы просто сидеть и ждать Как думаете, как настроены люди? Все-таки дружелюбно? Или, может быть, в сердцах есть некая агрессия? Ну, агрессия была, когда мы читали вчера с утра новости Но мы все понимаем, что это миссия, ну, и наша миссия мирная С силой мы ничего не решим Но наш выбор – это сила закона То, которое у нас написано в Конституции Который, ну, каждый гражданин считает, что мы живем по этим правилам И мы здесь сегодня пришли, чтобы поддержать то, что люди все играют по правилам И правительство, и народ Никто не настроен на какие-то враждебные действия Бить стекла, либо вот есть провокационная смесь молотова там и шахтерские каски Это просто провокации, никто не настроен на военное решение этого конфликта Друзья, на самом деле, просто сейчас мы можем наблюдать, что Никакой закон, да, для единства нации не писан Потому что был запрет собираться на Крещатике Как видим прямо сейчас, мы стоим на Крещатике, мы стоим возле мэрии И людей уже не тысячи, уже сотни тысяч Крещатике, мы стоим на Крещатике, мы стоим на Крещатике Мы стоим на Крещатике, мы стоим на Крещатике, мы стоим на Крещатике, мы стоим на Крещатике навык Ian Будет screaming, ребята, будет Рим,olitка,整она Депут boiled Будет И По вашему мнению, что нужно сделать, чтобы у нас в городе был такой Майдан? Почему после того, как 40 спортсменов разогнало Майдан, у нас никто уже больше не выходит? Что нужно сделать в Днепропетровске, чтобы у нас был такой же Майдан, как в Киеве? Во-первых, надо сказать всем людям, что у нас был такой Майдан, где нас побили. Не только в Киеве бьют людей, у нас тоже бьют людей. Это первое. А второе, я считаю, что нужно информировать людей. У нас в городе получился такой информационный вакуум. Люди, многие не знают на самом деле, что происходит. Местные каналы искажают информацию и говорят почти то же самое, что на русских каналах, что Майдан негативно настроен, что тут люди кидаются в милицию камнями. Этого нет, тут все люди только с позитивом, пришли с миром, с детьми малыми. Поэтому, считаю, надо проинформировать людей. У нас в городе много, прошу прощения, очень много заводов. И люди на заводах не получают. Не вступим в таможенный союз, потому что никто не будет покупать у нас. Нет, у нас будет просто лучше. Жизнь будет лучше. И нам надо это людям донести, нашим. У нас очень хорошие люди в Днепропетровске. Они просто не получают достоверную информацию. Я считаю, нужно информировать людей. Ну что, собственно, мы сейчас и делаем. Ну, мне многие, я размещаю фотографии в соцсетях, и мне многие поддержат, пишут, что они со мной. Поэтому скажу, держитесь. Когда мы вместе, мы всего добьемся. Вот вчера москвичи, когда выступали на Красной площади, они позавидовали нашему, вот, как мы можем группироваться вот этой нашей силе. Поэтому, вот это, чтобы в душе люди хранили вот эту силу, чтобы они несли, не теряли вот этот огоньок надежды. Если мы вместе, мы всего добьемся. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, я хочу вам представити, це Оленко Колярова, дуже відома жінка, творча особистість, не только в ДНИБАТОРОВСКО, но и в Києві. Дуже приятно звучит. Оленко, сейчас, видите, проходить Майдан, начинается революция. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И еще как мирно было, то это просто не можно допускать, потому что это вообще мирно, чтобы тогда что-то произошло, это вообще ганьба, 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 ганьба. И тут как раз мой сын приехал, потому что я как раз мала каляровую патюль вчера, и Зорян приехал, а он уже вечером приходит на Майдан, и так он счастливый, что он тоже часть этого. И так же маму сьогодни взял, так? И взял, так, я с ним, так. Дуже приятно, что також частинка Англии сегодня на Майдане, я очень рада было видеть, и я обязательно себя тримаю в тонусе. И? Зустрянемся в Днепре, я сюда в Днепре, тёмки-баки. Чао, Бело, чао, чао. Только что стреляли в людей газовыми гранатами, слышно даже запах такого редкого дыма, то ли газа, и даже держать тяжело, люди немножко начинают отходить от кабинета министров, друзья. Кто стреляет? Кто стреляет? Наший уряд. Наший уряд стреляет, не даёт просто... Опять слышно, опять слышно. Опять слышно, да, опять слышно пострелы. И, ну, такое отношение до граждан Украины, как на нас, ну, это просто без коментарьев, что тут делается. На 4 выставлено солдат именно внутренних войск, это срочники. Беркута как такового нет, может они где-то за автобусом, и сзади стоят пожарники, вот, с бронзбойтами. Толпа митингующих начинает тиснуть на ряд милиции, ну, солдат. В ответ летят шумовые гранаты, слезоточивый газ применяется. Ну, а люди в противоказах, да, стоят? Маски вообще не помогают? Маски не помогают, потому что мне не помогло, я обмотался маской, шарфом, мне не помогло, слезы текут, я убежал, как бы. Я слышал, там, только что проходили, там сказали, что Порошенко там откуда-то сбросили, да? Порошенко был, там трактор такой подогнали, ну, чтобы, получается, чтобы давить на линию милиции. Порошенко залез на этот трактор, пытался говорить, чтобы, ребята, не надо никаких провокаций и тому подобное. Его стянули, ну, молодые ребята с этого, сначала кидали по нему там всякими, ну, не камнями, там, может, какими-то бутылками, вот. Кричали гоньба, стянули его с этого трактора и он ушел, как бы, и там сейчас, ну, что-то страшное. Ну, как думаешь, чем сегодня все закончится? И закончатся они сегодня вообще? Я не знаю, чем, я, как бы, не могу прогнозировать, но то, что там пострадает сегодня люди, это железно. Или со стороны солдат тоже, как бы, потому что, в принципе, в солдат летят и камни, их бьют палками, и лично там три шлема уже сорвали, видел, как сорвали и передали в толпу, как бы. На провокации наши реагируют такими же, да, как бы, такой же агрессией, как идет со стороны Кабмина. Дело в том, что, ну, солдаты, изначально, если быть объективным, они просто стояли в цепи, как бы, они просто стояли с ними, разговаривали, им говорят, ребята, кому вы присягали, мы народ Украины, расступитесь, мы пройдем. Но они стоят, ну, это молодые ребята, им отдали приказ, они стоят, вот так вот взялись за руки, в шлемах опустили головы. Ну, со стороны правых, конечно, летят и кирпичи, и бьют палками, булыжник выковыривают, кидают. Ну, там будут пострадавшие однозначно и со стороны солдат, и со стороны митингующих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Суптитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА